Здравствуйте, друзья! Сегодня проходим с вами глаголы типа «espérer». Это видео нужно смотреть обязательно после видео, в котором я рассказываю про «e fermé» и «e ver». Иначе будет очень сложно. Расскажу это в форме сказки, попытаясь окунуть вас в контекст того, что происходило в XVI веке. Начинаем наше путешествие. Мы с вами в XVI веке. Орфографии ещё как таково не существует. То есть нет никаких конкретных правил. Нам дали указ, язык французский с 1539 года становится официальным языком суда, языком администрации. Значит, нужно придумывать учебники. Нам нужно народ обучать, чтобы они писали на французском, чтобы была какая-то норма. Давайте придумывайте правила и пишите учебники. Разумеется, правила не придумываются, не берутся из воздуха в большинстве своём, хотя бывает и так. А учёные, у которых есть компетенция и определённые полномочия, выходят в массы и начинают следить за тем, как люди говорят, как они сами говорят, как говорят люди, которые считаются грамотными. Хотя, когда язык не существует, что такое грамотно, тоже вопрос. Так вот, они выходят в массы и начинают замечать, что и как, выделяют какую-то норму, описывают её. И если вдруг человек учит какой-то язык, я всё это упрощаю сейчас, то ему говорят, что так делают носители вот это правильно. Так вот, сначала они начали с глаголов, якобы, и выделили глаголы, которые спрягаются по одному типу. И они набрали этих глаголов очень много, они думают, вот как здорово, у нас очень много глаголов, которые спрягаются одинаково. Назовём их спряжением первой группы. И там были глаголы «дине», например, глагол «дейжуне» и так далее. То есть там вот «жёдин», «тюдин», «ильдин», «нудино», «вудине», «ильдин». Как здорово, подумали они, что в принципе вообще всё произносится одинаково, ну, к кончанию мы напишем, какие у нас исторически сложились. А так основа вообще не меняется здорово. Вдруг начинают они разбираться и замечают, что есть разные глаголы. Приходят они, собираются и рассказывают, что нашли. Один говорит, вот я слышал, что все говорят «je préfère», но nous préférons. То есть тут у нас в корне в одном случае «je préfère» открытое, а «nous préférons» закрытое. Второй говорит, а я нашёл «je jette», «nous jetons». Ещё одна ситуация. «je jette» открытое, а в «nous jetons» появляется «e». Вот эта ситуация. А третий говорит, а у меня вообще по-другому. «je jette» открытое, а «nous за что» вообще всё пропадает. Так, непорядок решили они и говорят, давайте сначала, прежде чем со всем этим разбираться, давайте сначала вообще все вот эти необычные глаголы, которые вроде бы спрягаются как обычные, но в середине с гласной происходит что-то непонятное. Давайте сначала их все соберём, а потом уже будем решать. Собрали они глаголы, которые нашли. Они же, опять же, друг другу их произносят. Они пока у нас не пишутся, орфографии пока нормы нет. И думают, ну какие-то они вроде одинаковые, а вроде и разные. Давайте сначала попробуем между ними группы найти. И нашли, что есть такие глаголы, у которых в инфинитиве, в начальной форме, в основе главная буква, главная гласная основа – это «э» закрытое. И они их перечислили. «Пэшэ», «прэфэрэ», «процэдэ», «опэрэ», «эспэрэ», «сэдэ», «сэдэ», «субсэдэ». Давайте сначала займёмся им и решим, как мы вообще их будем писать. Потом уже займёмся другими глаголами, которые остались. Давайте сначала найдём все глаголы, которые как раз-таки имеют вот это «э» закрытое в основе и будем решать, как их писать. Потому что для нас это очень важно. Мы должны нашим гражданам рассказать, как их писать. И они нашли. Прéfерёй, inquиетей, possедей, imprégné, mettrait, exaspérait, transféré, répété, intégré, géré, libéré, inséré, pénétré, péché, opéré, exagéré, désespéré, ligué, précéder, empiéter, énuméré, lésé, excédé, désaltéré, déposséder, péter, avéré, succédé, interprété, généré и другие. Они их нашли и говорят, давайте как будем писать. Ну, какие у нас есть варианты? Что касается первой «э», которая вот у нас произносится как «э» в инфинитиве и которая у нас в «ну» и «ву» появляется, давайте просто напишем «э», accent, и «гю». И у нас везде, где будет закрытое «э» и особых случаев не будет, давайте её так писать. Что касается «э» закрытого, решили, что он будет писаться «э», accent, и «гю». Потому что, когда у нас речь идёт об орфографии, это только консенсус. Люди, у которых есть полномочия, решают и соглашаются на то, чтобы это писалось как-то так. Орфография, она не берётся с неба. Это не данность. Люди решают, как будет писаться. И вот они решили, что «э» закрытое будет писаться «э», accent, и «гю». Всё хотя бы на этом они сошлись. А что касается «э», «вэр», они говорят, ну, смотрите, мы можем или написать, вот если в эту сторону это у нас «ферме», а в другую сторону давайте будем «э», «вэр». А другой грамматист говорит, давайте заберём такое правило, если мы удваиваем согласную после, то это тоже будет «э», «вэр». Потому что Франция, потому что демократия, они решили голосовать. Собрались все грамматисты и говорят, давайте решать. Или мы будем этот «э» переписать с «э» акцент графом, или же мы будем удваивать после её согласную. Проголосовали и решили, что в глаголах, в которых у нас в инфинитиве была закрытая «э», которую они решили писать через её акцент «гю», и которая меняется на «э», на «э» открытое, форму «ж», «тю», «иль» и «им» нужного числа, этот открытый звук «э» они будут писать через «э» акцент «граф». И разработали спряжение, которое они написали в своём новом учебнике, и что глагол «экзажерэ», преувеличивать «экзажерэ», где в основе у нас «э» акценты «гю», которые они только что решили писать именно так, будет иметь следующее спряжение. «Жэкзажэр», открытый «э» обозначается через акцент «граф», «э» акцент «граф». Посмотрите, пожалуйста, предыдущее видео, где мы говорили о том, как вообще возможно написать звук открытый «э». И опять же, это было решено как раз-таки в 16 веке, в котором мы только что с вами путешествие сделали. И что интересно, что из тех глаголов, где у нас меняется немножко орфография в глаголах первой группы, это глаголы самые простые, поскольку легко достаточно запомнить, что там, где был акцент «гю», если вдруг у вас появляется открытый звук «э», мы этот акцент «гю» заменяем на акцент «граф». То есть «эспэрэ» акцент «гю», «жэспэр» акцент «граф», открытый звук. Расскажите, понятно или непонятно, может, что-то нужно поменять. Все мучаются с этими глаголами. На одну треть мы с вами путь этот прошли. Осталось ещё два типа глаголов, которые я разберу в следующих видео. Жду вашей обратной связи. Ухуах!